ну что дорогие друзья наступил понедельник а понедельник это день когда на этом канале мы с альфредом кохом зажигаем для вас рассказываем разные интересные истории пляшем поем шутим плачем такое тоже бывает привет альфред здорово ну что мы сегодня обещали рассказать одну интересную историю про оставшиеся у нас не до конца закрытым 2001 год но это потом а я хотел бы начать с вопроса о евросоюзе и проиграл все-таки не начнутся переговоры украины с евросоюзом а евросоюз решил все-таки что переговоры с украины о вступлении в ес начинаются а орбан хлопнул дверью и ушел за свои 10 миллиардов 10 миллиардов и он не стал против этого голосовать и оставшиеся еще 12 разморозят когда он проголосует за 50 ну да так оно и будет после ну а что может случиться за новый год он же не передумали таким образом единственное он же открыто сказал разморозьте все средства и я поддержу глупо финансировать страну который не входит в евросоюз в то время как вы не даете денег стране которая является членом евросоюза и при этом так сказать и положены эти под надуманными какими-то предлогами ход там претензиям по верховенству права кого-то считаете что то есть такой довольно странная претензия не очень понятно в чем она выражать ну хорошо в любом случае еще предстоит долгий путь я не думаю что раньше тридцатого года да он уже уже прокомментировал что в принципе ну сухой остаток таков что он просто пошел на встречу шульцу и они разыграли с ним этот вот сценку когда шульц ему предложил покинуть помещение он вышел попить кофе за это время не проголосовал ну даже шульц сказал что этим приемом нельзя часто пользоваться порядке исключения такой прием был использован тем более что орбан сказал ну окей начинайте переговоры за за то время пока они идут я еще 75 раз успею наложить вето на продолжение этих переговоров поэтому пока это чисто символический жест поэтому я конечно рад что я проиграл свой спор но я рад что украина как говорится сделал еще один шаг на пути в евросоюз но я по-прежнему считаю что впереди путь который еще очень долгий и впереди больше расстояния чем уже пройдены сто процентов на пути в евросоюз и еще раз повторю свою мысль что может так оказаться что к моменту когда украина уже будет готова вступить в евросоюз а евросоюз готов будет ее принять украина сама не захочет не вступать и такой вариант возможен конечно вот слушай вот и вот по аналогии с нато да вот смотри недавно конгресс там начал рассматривать зенка на проект не знаю проголосовал он или нет о том что соединенные америки не могут выйти из нато без согласия конгресс до этого поскольку внешняя политика по американской конституции относилась к введению президента в принципе президент мог принять решение выходе без нато из нато без согласия парламента теперь они быстренько готовят такой закон по которому это нельзя сделать без согласия конгресса но понятно что это делается под трампа да который практически открытым текстом говорит о том что он будет серьезно думать о том надо ли америке оставаться в на вот и вот представь данные теги дужи даже не гипотетически есть какая-то доска и достаточно серьезная доля вероятность штаты выйдут из на вопрос вот украине надо будет в такое на в нато без штатов а подожди в конституции записано в конституции записано в конституции ничего не сказано про трампа ничего не сказано про то что о составе на то что мы вступаем только в случае если там штат а если их там нет то мы не вступаем это такой вариант понимаешь а другой вопрос а вот там типа пистолиус министр обороны германии выступил скажу вот восьмилетняя программа перевооружение европы прежде всего германии мы должны через восемь лет иметь сильную армию не хуже чем в америке и так далее так далее наша экономика наша численность населения и так далее нам позволяет иметь такую армию и способность себя сам защищать вот штаты вышли и украина грицова тогда мы не хотим на то а к этому времени у европы армия не хуже американцев тогда хотите или нихуя понимаешь тут же за 30 лет много чего случится вот и сказать украина хотела в нато там из-за этого в европейского сообщества за этого там майдан случилось огромное количество событий президента свергли крым потеряли и так далее а потом англия раз и вышла из евросоюза а если бы так сказать тогда когда этот майдан начинали в тринадцатом году знали что через три года англия выйдет из евросоюза хотели бы голоса хотели бы подумал а может нам тоже не надо надо разобраться а к тридцатому году а тридцатому году германия выйдет из евросоюза вот тут вот подумают понимаешь да вот победит афд на выбор и выйдут из евросоюза и а у нас записано что мы туда уже огромное количество денег в мандячили в вступление в евросоюз а людей сколько угробили потому что европейский выбор а чё выбирать с польшей объединяться больше теперь ого-го будет эти говоря я я еще один ошибку совершил хочу и все таки польша меньше испании она на 1 2 3 4 5 экономикой германия франция италия испании и вот потом идет больше а нидерланды по численности меньше ну конечно да там там и 20 миллионов нет 17 по моему но польша то сейчас туск стал премьер-министром сикорский стал опять министром иностранных дел что хорошо он такой твердокаменный антисоветчик ну слушай у права и справедливости или как там она называлась пис пис да у них тоже так сказать твердокаменных антисоветчиков было достаточно поверьте сикорский круче еще круче но хоро еще круче но смотри главное что сейчас они обещают что 60 миллиардов помощи от евросоюза которые тоже были заморожены а сейчас разморозятся это же не слабо если сейчас 60 миллиардов дополнительно придет польшу ну да 60 миллиардов это большие деньги если с умом инвестировать конечно сначала им нужно свернуть судебную реформу которая была чрезвычайно непопулярной и а можно мне рассказать в чем суть той реформы которая не нравится евросоюзу ограничивать независимость судеб это все что я понимаю я насколько я понимаю там процесс назначения судей был какой-то такой что на него могла влиять исполнительная власть правильно да если я не ошибаюсь именно так но но тогда почему это не вызывает вопросов франция например в которой судей тоже назначает исполнительная власть потому что это франция а вот ты мне все я объяснил наконец все равны но бывают на самом деле мне интересно я узнал что оказывается явка на этих выборах активность избирателей была выше чем нас настолько настолько польское общество сейчас было политизировано и возбуждено вот этими спорами между либералами и консерваторами что на выборы пришло больше чем тогда на первые выборы когда впервые после круглого стола и были независимые свободные выборы в польше ну я могу сказать так что я высокая явка молодежи я я как сосед польский могу сказать что я разумеется не не в восторге был от предыдущего польского правительства которое было совершенно точно националистически вот и настроена жестко антигерманский вот не только антирусским и анти германский я могу вот и собственно опыт рассказать историю что как известно весь восточный берег одара был раньше германии называемый селезия там был город штеттин там был город бреслау много чего было теперь это штеттин это вроцлав и так далее ну а и мы с женой решили однажды поехать из берлина в штеттин посмотреть потому что это город в котором родилась императрица екатерина вторая в штеттине да она родилась там даже и памятник стоит у нее отец был комендант крепости в штеттине вот тогда это все было глубокой пруссии и он был подданный прусского короля вот и значит и там соответственно есть мост через одар но через него неудобно ехать это нам 200 кремитов крюка есть паром но у устья одара но устья одара там черчилль так нарисовал границу что вот именно в устье не только восточный но и западный берег тоже польский буквально там километров пять-десять от берега но пререзали все устья поля и когда ты пересекаешь границу польши потом едешь и там порог чтобы переехать через воду вот так вот там прямо стоит на это в евросоюзе где все там свободное перемещение людей товаров и денег и значит нет границы все единая семья единая экономика приезжаешь на этот порог и там конкретно надпись что только для поля приходит человек и все машины с немецкими номерами разворачивает 200 километров крюк через мост крыть нечем вот такие проявления польской самостийность ну что делать не надо было в тридцать девятом году нападать а понятно так у нас тогда вот есть евросоюз или у нас еще тридцать девятый год продолжается конечно в евросоюзе много внутренних противоречий много разных линий напряжения никуда от этого не деться ну вот поэтому для германии хорошо что туск пришел кости но хорошо ли это для самих поляков это еще надо будет посмотреть полякам я думаю нравилось что только они могут на этом пароме есть у них путь в берлин там на час короче чем у немцев понимаешь понимаю понимаю но при этом самые лучшие дороги в польшу все равно идут туда на запад в германию ну да ну да я кстати как то ездил из каунаса в гданьск на машине ездил по этим самым как они называются мазурским болотом где русская армия генерала самсонова в первую мировую легла там бывшая восточная пруссия ты имеешь в восточной пруссии вот да и вот там дорожка так себе было оставляла желать лучше это вот те дороги которые идут на берлин на не очень хорошие и это об многом говорит да ну хорошо скажи мне пожалуйста а как тебе владимир владимирович на пресс-конференции которая состоялась 14 числа смотрел наверное четыре часа нет я открываюсь от экрана дурак что ли слушать ну че там слушать ну же ну самом деле ну я тебе ну хочешь я тебе вот прям вот вот я не слушаю я могу воспроизвести все что он говорит давай ой мы ни на кого не нападали мы хоть час готовы переговариваться это вот нацисты наркоманы засевшие на банковой мы один народ счета ну ты же все прекрасно знаешь ну вот мы растем санкции нам пофигу у нас все замечательно мы всех так сказать поимели наши друзья на востоке прочее прочее наша экономика там переработает все что угодно лом засунь лом переработает я уж не знаю это по недосмотру или по сценарию ребята которые выводили отдельные вот это же старый прием она же в прошлый раз использовался на вопросы которые путин отвечать не хочет но он хочет показать что есть люрализм он их просто выводит и все что погодать в кем вопрос а я так случайным образом отвечаю только на те которым не но тем не менее пара вопросов мне понравилось особенно про то владимир Владимир Владимирович расскажите пожалуйста как попасть в ту россию которую рассказывает первый канал да 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 ну и потом когда он своим двойником разговаривал ты знаешь ты этот эпизод видел когда ему вопрос задавал двойник нет ну созданный как это сейчас называется с помощью искусственного интеллекта двойник путина сказал что вот я студент из санкт-петербурга и хотел бы его спросить про то то и про то 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 есть люди реагируют на то что ширится вера народа существование путинского двойника и обойти эту тему они решили что это невозможно но тем не менее тем не менее поговорим только не рассказал про то что что меня неприятно поразило и покоробило когда путин начал рассказывать что мы эту самую специальную военную операцию так замечательную аккуратно и тщательно проводим что никакого сравнения это с действиями израильской военщины в газе не идет ну пусть это в мариуполе расскажет вот-вот вот-вот товарищ ездил в сирию и привез фотографии залепали из холмса пригород багдада я могу тебе сказать что это зрелище для слабонервных он говорит километрами едешь и сплошные руины все действия русской авиации я думаю что мариуполь примерно то же самое все представляют сейчас они конечно все там спешно защищают разбирают и пытаются представить строить что-то там огромные деньги говорят туда вкладывают ну зависит за заметая следы преступления это кладбище вокруг города делают анонимное просто так и захоронение стаскивают туда все трупы которые были вернее уже на нас тащили поэтому там вот это вот последствия этого чудовищного преступления восстановить будет очень сложно эти вы эксгумации проводить и так далее но практика показывает что также они передвижные крематорий привезли чтобы сжигать чтобы доскать эксгумации невозможно было провести и так далее поэтому наученные горьким опытом катынского расстрела русские чекисты они стали умнее они научились заметать среды массовых казней вот ну хорошо еще хвастался успехами российской экономики экономика растет мы же чтобы разбирали уже этот рост да я выпустил танк ввп выросла то что-то этот танк или какой-нибудь другой танк в этот в этот самый день уничтожен был на поле боя я этого не заметил и этот вычет из ввп не сделать понимаешь независимая статистика говорит что россия теряет больше танков чем производит соответственно нужно рисовать минус к ввп а они рисуют плюс за счет вот такой вот избирательной статистики которая убыль не видит выйдет только прибыль и так во всем понимаешь я произвел там я не знаю там два миллиона патронов и потом выпустил три миллиона на поле боя потратил у меня вырос ввп или упал на миллион патронов у путина получается что вы понимаешь да и так далее это еще все при том что само оружие никакой потребительной стоимости не обладает она никакого то сказать предложение на рынке не увеличивает это просто чисто вертолетные деньги то есть в разбрасывание денег гражданам работающим в этом секторе чтобы они их предъявили на рынок ну естественно инфляция и так далее они рисуют инфляцию там я не знаю какую сейчас россии официально инфляцию 7 8 процентов до 7 8 и финансирование 15 так не было так не бывает ну не бывает два раза ниже ставки рефинансировать ну а вот тем не менее наш с тобой общие знакомые юлия латынина написала я бы сказал статью где говорит что экономика растет растет по кейнсиански вот кейнсианство это как раз когда деньги например с вертолета разбрасывают и они дальше начинают что называется распространяться по всей экономической сфере ну знаешь я на тебе сказать только одну что юлия человек увлекающийся вот ее легко воодушевить такого рода масштабными программами где там серьезные мужики с чеканными профилями знаешь как советских производственных драмах заводы строят с нуля управляет огромными коллективами потом эти заводы начинают выпускать продукцию для нужд страны знаешь и так далее вот но такого рода эстетика она очень часто действует на слабые женские души вот но на меня это никакого впечатления не производит я этих директоров видел перевидел половина из них алкаши а половина воры все эти директора государственных заводов поэтому 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 я еще могу сказать что ну не ну вот я не вижу источника для роста вот объясните мне да конечно ну наверное на какие-то проценты все это выросло нам же рассказывают что все в разы откуда нефти добывать больше не стали нефтегазовые доходы не увеличились валютные резервы арестованы ну откуда все это взялось ну понятно что где-то там какое-то перераспределение случилось где-то там перестали кубышку накапливать и так далее и так далее и куда-то там так сказать сконцентрировали на оборонный сет ну не более того ну значит выросло там это все вот алексашенко же приводит статистику о том что оборонная промышленность выросла там на 10 процентов да а обрабатывающая промышленность а в пк сидит в обрабатывающей промышленности ну хорошо окей оборонный сектор внутри обрабатывающей промышленности выпал выросли 15 процентов но не нету там в разы откуда в это просто на контрасте с украинской в пк которая вообще ничего не сделала и как собирали там по сараем эти дроны так и продолжают собирать я уж понимаешь сколько нам весь двадцать второй год и половина двадцать третьего года нам рассказывали что вот-вот миллионы дронов украинский в пк завалит фронт нет пока не получается а что такое а что такое это же совсем простая история это же делается из фанеры так сказать из говна и палок мотоциклетный двигатель ставится на этот дрон что там такого сложного да нет дроны выпускаются речь идет о том что россия выпускает больше дронов я не выдавляю какие дроны выпускаются я говорю инициативными группами волонтеров какими-то фирмами по сарае а где эти все межностроительные заводы днепропетровска где они все где этот в пк который сатану выпускал но за два года можно уже ракету хотя бы средней дальности сделать самую простую не ну ведь видишь вот поехали в вашингтон договариваться о том чтобы кооперироваться с американцами на прошлой неделе ну да на прошлой неделе два года идет а у не велика не велика доблесть обскакать стоячую лошадь это не значит что ты так сказать крутой и сдох вот о чем речь-то идет ну хорошо а что западная экономика действительно действует деиндустриализирована но это тоже так сказать сильное преувеличение скажем так запад не способен производить снаряды для украины не собирается вести такой войны запад собирается вести войну ракетами и самолетами они пушками и танками у него просто нет такого вот таких производственных мощностей и вкладывать деньги в производство оружия прошлого поколения бессмысленно а до производства ракеты авианосцев и самолетов пятого поколения у них налажено очень хорошо просто они сейчас в этой войне не используются почему это другой вопрос но это не значит что оборонного сектора на западе нет образ производит оружие другого поколения для другой войны и путин это прекрасно понимает поэтому половину все вчерашние позавчерашнего или какого-то выступления он посвятил тому что у него нет никаких коварных планов нападать на нато и пускай выбросить это из головы у нас нету нету он постоянно мы не хотим ни на кого нападать он прекрасно понимает что в конвенциальной войне с нато он проиграет там за неделю и он постоянно у нас нет никаких претензий ни к эстонии ни к латвии ни к финляндию вот недавно буквально вчера он опять еще раз это на камеры говорит ну про финляндию он то одно говорит то другое я ни разу не слышал от него что у него есть претензии территориальные претензии он говорит что мы будем создавать ленинградский военный округ что теперь это да он говорит но он говорит что это ответная реакция на то что она стала членом нато но то что он на нее нападать собирается или что у него какие-то претензии к ней или что он говорит что типа ни в коем случае до приближения нато к нашим границам ну-ка вон из нато и финляндию из нато и так далее иначе я на нее нападу но всю эту риторику которую он применяет украине уже к финляндии не применять не применяет вот он прекрасно понимает что финляндия ментальная часть запада и запад ее воспринимает как свою часть за нее будет драться почему он не помогает украине так как мог бы как помогал финляндии почему не принимает ее в нато тогда потому что он сам запад чтобы он не говорил они слушайте, они тоже лицемерные люди и тоже часто говорят круглые фразы, которые нравятся собеседникам. Нельзя это все за чистую монету принимать. Мы же с тобой уже однажды говорили, правильно Бродский говорил, что человек это совокупность поступков. Поэтому вся эта риторика никакого значения не имеет. Покажите мне бумажку, на которой подпись стоит. Покажите мне конкретно деньги и так далее. А покуда человек трясает воздух, это все очень хорошо, но не имеет никакого значения. Так вот, не на уровне слов, а на уровне поступков. Запад не считает Украину частью Европы. Для него это примерно то же самое, что Турция. Даже в меньшей степени. Поскольку Турция член НАТО. Какая-то такая вот страна, да, хорошие, наверное, ребята там живут. Какая-то часть из них вполне нам подходит. Какие-то наши ценности разделяет. Но это не Европа. Мы за них, так сказать, задницу урвать не будем. Денег дадим. Ну, так, чтобы воевать за них. Типа нет. Нет. Ну, вот это мое такое ощущение. Ну, как говорится, Москва не сразу строилась. Наверное, нужно время для того, чтобы начали воспринимать Украину как часть Европы. Наверное. Наверное. Но для этого Украина что-то должна менять у себя, чтобы становиться частью Европы. Это правда. Ну, вот. Это правда. Вот я могу тебе сказать, у меня очень... Я летом ездил в Румынию. Да, ты обещал рассказать, кстати. Да, ну, вот коротко я могу тебе сказать, что на меня она очень сильное впечатление произвела. Серьезно? Да. Вот это расстояние, которое она прошла за последние там 15-20 лет, ну, просто, так сказать, огромное. Огромное. Вот такое представление о Румынии, которое у нас есть, что это нищая страна, где там на быках пашут, и там цыгане все разворовали и так далее, и так далее. Вот абсолютно уже другое все. Я помню, что я был в Румынии один-единственный раз, знаешь, в 1989 году. За несколько месяцев до падения Чаушеску. И у меня было жуткое совершенно впечатление. Там была нищета, даже вот по сравнению с Товетскому времени. Да, нищета Румынии позднего Чаушеску, она во многом носила искусственный характер. Дело в том, что ему... И, собственно, революция из-за этого произошла, из-за этой нищеты. А просто самому Чаушеску шли под... Он в свое время набрал очень много кредитов на Запад. Вот. Там была такая довольно интересная история. Дело в том, что Чаушеску был единственный... Румыния была единственная страна советского блока, которая не поддержала вторжение в Чехословакии. Да, это правда. Более того, там была позиция, где мы солидарны с тем правительством Чехословакии и со всеми этими лидерами пражской весны. И вот такая позиция Чаушеску, который, в общем, достаточно независимую политику проводил. К нему там визиты американские президенты делали. Буховест. Отдельные у него какие-то отношения с Западом были. Он набрал там очень много кредитов. И на эти кредиты что-то там понастроил у себя и так далее. И был такой какой-то момент, когда там Румыния действительно начала расти. Там 60-е, там 70-е. А потом настал период, когда нужно было отдавать эти кредиты. И Чаушеска решил страну поставить раком. Вместо того, чтобы серьезно заниматься реструктуризацией кредитов, там и так далее, и так далее, он тупо их отдавал. Ну и довел страну до ручки, что его свергли. И полицейских там с автоматами на перелез уже нет? На каждом перегреве? Нет, нет, нет. Я тебе не могу сказать. Я остался очень. Понимаешь, что ты делаешь? Дело в том, что у меня бабка моя немецкая, она из Трансильвании сама. Это вот такой анклав немцев, такой Семиграде, так называемый, внутри Румынии. Это еще венгерский король приглашал немцев, чтобы они защищали Венгрию от турок. И это такой народ, их называют саксы, кстати говоря, президент Румынии, как раз тоже саксы. Не, ну вот. Клаус Йоханнес, по-моему. Йоханнес. Да, вот. И вот он из этих саксов. И вот моя бабка из этих саксов. Казаки такие немецкие. И потом она через Бессарабию туда, через Украину, приехала туда, в Краснодарский край нынешний, где она встретилась с моим детьми. Там тоже немецкие колонии были. Вот. И я решил проехать, как говорится, по земле моих предков. Вот. Вторые мои предки, они из Швабии. Вот на границе Баварии под Энвертенберг. Вот в районе Ульма. Вот. И, значит, ну, это, так сказать, очень интересно. И люди живут достаточно зажиточно. И очень такая вот европейская культурная жизнь такая вот уличная. Вот эти рестораны, какие-то церкви. Очень интересная разнообразная архитектура. Чистые, красивые улицы, дороги хорошие. На меня очень сильное впечатление произвело. И объективные показатели, там, ВВП на душу населения и все такое прочее. экономический рост, там все очень хорошо. В отличие от Болгарии. Болгария на меня произвела очень угнетающее впечатление. А Болгария нет? Нет. Болгария нет. Плохие дороги, ужасные гостиницы. И вот все это выглядит такое очень по-совковому. Даже вот это Черноморское побережье удручающее впечатление. Колдобины и так далее. У меня такое ощущение, что я ехал по России в 80-х годах. Да что ты говоришь? Да. А Румыния, значит, за 30 с небольшим лет после чего? Да, просто невероятный рывок. И там же, ведь, понимаешь, там у нее есть тоже вот то, о чем мы с тобой говорили еще до начала записи, когда у нее есть огромный калчурал гэп в том, что у нее романский язык. она легко интегрируется в Италию, в Испанию, в Португалию, в Латинскую Америку. И там поэтому вот этот вот обмен капиталов оттуда очень серьезный. Большая диаспора там. Франция, кстати сказать, тоже. И все это вот в каком-то таком итальяно-франко-румынском таком флёре, все очень классно. надписи, понимаешь? Это тоже приятно. Как будто в Италию попал. Но при этом все такое как немецкое. Потому что это долго Австро-Венгрия была. Поэтому вот я тебе могу сказать, что это, конечно, это труд. Это труд. Это огромный, огромный труд был потрачен. И продолжаем. И вот, да, я бы вот сейчас уже к Румынии не так относился, как раньше. Когда мы думали, что это такое царство каких-то, так сказать, жуликов и цыганских баронов. Нет. Очень интересно. Да. Надо съездить как-нибудь в Румынию и посмотреть. Я не съездить, да. Очень, очень рекомендую. Я был просто, это для меня было просто неожиданность. Я ждал чего угодно, но только не это. Это реально, вот, знаешь, такое вдохновляющее путешествие, которое мне лично дало очень много позитивного заряда, что Европа жива, все тут развивается, так сказать, рыночная экономика работает, все очень хорошо. Ну, хорошо. Возвращаясь все-таки к Путину. Та же самая Юлия Латынина пишет, что его принимали чуть ли не как победители, когда он ездил вот в Объединенные Арабские Эмираты. Мне так показалось. Да, знаешь, но ты же понимаешь, что если у тебя есть задача, так сказать, нарисовать некую картину, то ты берешь те краски, которые тебе нужны для этой картины, а те, которые не нужны для этой картины, ты не берешь, да. Его встречают как победители, но при этом понимают, что он, так сказать, на него ордер в международном уголовном суде выписан, да. И туда, куда он, те страны, которые подписали римский статус, туда он не ездит. Правильно? Ну, вот такой хороший победитель, который там в две трети мира приехать не может. Ну, и что, что тебя там на боевых верблюдах встречали? Ну, окей, а ты, так сказать, поедешь куда-нибудь там в какую-нибудь Африку, там тебе спляшут в пальмовых этих юбках у костра. Понимаешь? Ну, если тебе, так сказать, это главный приоритет Токи. Понимаешь? Вот. А в реальности это страна, которая побирается и ходит там у Северной Кореи по снаряду просит. Вот, вот и весь победитель. До копейки. Мировая подворотня не выходит на арену истории. Ой, не знаю. Я, я, я бы подискутировал с Юлей на эту тему, потому что в чем-то она права, безусловно, в чем-то она права, но в целом, конечно, тренд она описывает, мне кажется, достаточно тенденциозно. Она многие вещи не хочет замечать. И вот этот пунктик о том, что там, типа, Европа не может наладить снарядов, но Европа много чего не может наладить. В свое время вот сейчас там заставь ее производить паровозы или какие-нибудь, я не знаю, седла для лошадей. Наверное, она тоже, так сказать, долго будет раскачиваться, прежде чем начнет их выпускать, и начнет ли вообще, потому что любой производитель скажет вам, ребята, зачем я буду строить завод по производству все делать, если они завтра вам перестанут быть нужны. Куда я его потом деду? Потому что прогресс ушел, на паровозах уже никто не ездит, зачем я вам буду паровозы выпускать, расскажите. То же самое все производители говорят, окей, наладить производство снарядов невелика, так сказать, проблема, но вы мне дайте гарантию, что вы их у меня будете покупать 10 лет, а потом вы, так сказать, понимаешь, хорошо это или плохо, скорее плохо, но война, которая идет сегодня в Украине, это война прошлого. Запад ведь не дает Украине оружие, которое технологически превосходит русское, она дает ей ровно то оружие, которое есть у русских. У русских есть танки, она дает им танки, у русских есть пушки, она дает им пушки, русские стреляют из пушек, вот вам снаряды для этих пушек, не более того, понимаешь, и поэтому та армия, которая сегодня западом сделана в Украине, это армия предыдущего поколения. Почему? При этом есть отдельные примеры того, что когда украинская армия получает оружие следующего поколения, она сразу не видит. Это сразу не видно, это сразу видно, сразу успеют. Вот хаймерсы, вот эти атакамсы, сразу есть результаты. Да, да, Появится F-16, глядишь, есть еще результаты. Да, да, да. И теперь представь, что западная армия, армия НАТО, она вся вот этого поколения, следующего. Поэтому, ну, окей, дезиндустриализация, да, с точки зрения производства паровозов, наверное, запад дезиндустриализирует. Но, с точки зрения производства там скоростных локомотивов, наверное, у них все хорошо. Во всяком случае, китайские локомотивы, они не бегут покупать, в отличие от России, которые вообще, так сказать, своих локомотивов, как я понимаю, не производят. А если производят, то какие-нибудь там сорокалетние давности. Технически. Ну, единственное, что мне понравилось, по-настоящему понравилось в этой статье, о которой мы говорим, я имею в виду статью Юлии Латыниной, то, что она там громит европейскую бюрократию. Ой, ну это, слушай, а национальная бюрократия в европейских странах ничуть не лучше европейских. Поверь мне. Это бич, это бич, зарегулировано все до нельси. Это бич, это ужасно, и это как раз отпугивает инвесторов. Ну, это отдельная история. С этим нужно бороться, и как с этим бороться, совершенно непонятно, потому что госсектор, прежде всего, госслужащие, стали важной электоральной силой, они же никогда не проголосуют за то, чтобы их сократили. Я могу вам сказать, что я думаю, что вот этот дефицит рабочей силы, который есть в Германии, например, он в значительной степени связан с тем, что сами немцы предпочитают работать в госсекторе всякими чиновниками. И поэтому они категорически против внедрения каких-то передовых технологий в гособорот. До сих пор на бумаге в конвертиках отправляют письма, в то время, как можно по e-mail отправить. И ничего в этом смысле менять не хотят. До сих пор нет электронного кадастра земельного. Все это сведено к ручным операциям, чтобы людей не сокращать в этом секторе. Огромное количество бессмысленной бюрократической работы, которая легко, технической, утинной, которую можно заменить точно какими-то компьютерными технологиями и программами, она по-прежнему остается все равно в сфере ручного человеческого труда, потому что этих людей нельзя сокращать. Законодательство немецкое устроено так, что, например, чиновника государственного сократить нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Его просто нельзя сокращать точкой. тут в каком-то ведомстве, по-моему, то ли в ведомстве по защите Конституции, это наша контрразведка, то ли в БНД в этой нашей разведке открыли какого-то человека, которого обоснованно подозревали в работе на русскую разведку. Там были утечки документов и так далее, и так далее. Но, так сказать, его не смогли убрать с работы. Он продолжает работать на этой работе. Потому что его можно, конечно, перевести на другую работу, но ему нужно предложить было работу такой же квалификации, с такой же зарплатой, такого же уровня иерархии. А уволить его нельзя без его собственного согласия. Просто нельзя. Такой закон. Они для себя приняли. Вот тебе и правовые государства. Беда. Беда. Конечно беда. Поэтому немец, он родился, он сразу мечтает стать госчиновником. Прекрасная страховка, уволить нельзя, и будешь получать зарплату до самой смерти. Большой отпуск. А зачем корячиться? Вот они сидят там у себя в садах, ковыряются цветочки сажают. Вот эти вот самые люди и занимаются военной поддержкой Украины. Ему говорят, вот надо срочно леопарда грузить, вот здесь вот эшелон, надо, так сказать, отправить. 5 часов рабочий день закончится. Вот он. А послезавтра у меня приемный день, а потом у меня встреча с психологом, у меня стресс. Я в рабочее время имею право, вот смотрите, закон посещать психолога. Храна труда. Пару дней поговорю с психологом, но приду, может быть, посмотрю, что можно сделать. Загрузка и танк флеопард. Загрузка и танков леопарда. И там Шольц может хоть на голове у него сплясать. Он ничего с ним сделать не может. Более того, я могу сказать, что вот социалисты как раз и провели эти законы. Защищают. А придут правые к власти поправят законы? Ну, я надеюсь. Во всяком случае, есть осознание этой проблемы. Это уже важно. До тех пор формально правые долго находились у власти. Ведь Меркель, она же, так сказать, христианский демократ, как на всякий случай. Да. Ну, Эту систему развела она вместе со своими партнерами по коалиции социалистов. Она, по-моему, один раз только была без социал-демократов в условии правительства. У нее было четыре каденции, так? И три каденции были в союзе с СДПВ. Большая коалиция, совершенно это. А по старой немецкой традиции, младший партнер по коалиции, он и диктует условия. Ну, конечно, а как? Ну, иначе я выйду из коалиции, и ты не будешь канцлером. А, да, ну, что ты там говоришь, что надо сделать? Ведь нынешнее правительство, оно же все пляшет под дудку зеленых. Хотя зеленые младшие по коалиции. Зеленые вроде как раз в отношении Украины, если говорить об украинском. А в отношении атомной энергетики. Ну, никто же не нанес такого бешеного удара по украинской, по немецкой экономике, как зеленый. Никогда атомная бомба не нанесет столько разрушений. Атомной энергетики? Да, да, да. И от угольной. Ну, это же ужас, какие сейчас тратит государство деньги на дотацию за электричество населения. Ну, хорошо. А беспочвенная была боязнь атомной энергетики? Так я так скажу, какое-то имеет значение. Почвенная или беспочвенная. Это диверсия против своей страны. Ну, вот у тебя, так сказать, тебе рассказывают. знаете, вот ученые говорят, что есть вредно. Ну, просто есть вредно. Давайте перестанем есть. Ты говоришь, ну, так же мы умрем. Ну, зато, так сказать, мы умрем здоровыми. Ну, есть вредно. Вот смотрите, вот это вот, тут жиры, тут углеводы, тут какие-то бляшки атеросклеротические на сосудах. А это вообще, так сказать, трупоедство. Нельзя есть. Ну, мы же умрем. Ну, что же делать? Значит, умрем. Да, знаю таких людей, которые... Ну, вот и все. Сыроедение. Ну, то же самое здесь. А там энергетика, так сказать, опасна. Ну, не опасна. Ну, слушай, ну, это же вот Фукусима, там что-то там случилось. Ну, у нас нет атомных станций, находящихся на берегу моря. У нас нет атомных станций, которые стоят в сейсмически опасной зоне. И так далее, и так далее. Ну, при чем тут при РРФ Фукусима? У нас нет дебилов, которые проводят эксперименты на работающем реакторе, как в Чернобыле. Ну, вообще-то за всю историю атомной энергетики было четыре, если я не ошибаюсь, серьезных аварий. Вот Три Майл Айланд был в... Я помню, Жень, там, 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 там проблема в том, проблема в том, что там они говорят, а вот отходы, куда девать отходы. Там же главная проблема у зеленых по поводу атомной энергетики, это даже не ее опасность, а то, что некуда девать отходы. Они говорят, а вот мы в Россию возили, там у них там хранилище где-то там под Красноярском. А какая разница, в Россию вы везете их или из Германии захораниваете, ведь все равно же отравляется вся земля. Вы же ничего, так сказать, не решили таким образом, потому что вы переместили по земле этот груз, это все равно радиационный фонд остался. Поэтому атомная энергетика сама по себе плоха, потому что она производит эти отходы. вне зависимости от того, где вы их захораниваете. Да, но при этом никто же не говорит из них про всякие негативные эффекты, которые есть от других видов энергетики. Слушай, ну, что говорить о зеленых? Ну, это же, так сказать, люди, которые... Обижать зеленых, потому что они все-таки Украину больше всех поддерживают. Окей, ладно. Я не знаю. Говори. В моем понимании больше всех Украину поддерживают как раз не зеленые. А кто? Ну, в поляке какие зеленые? Они поддерживали Украину, так сказать, очень серьезно. Нет, в этом смысле да. Ну, и таких примеров много. Таких примеров много. Вот в Дании, например, пропорционально к своему ВВП очень серьезно показывают помощь. Норвегия, Эстония, там никаких зеленых нет. Литва. Литва. Да. Нигде зеленых там близко нет. Понимаете? Он консерваторы английские тоже же ведь оказывают помощь Украине. Вот эти вот ракеты Шторм, Шедоу, кто там? Да, кстати, вот по поводу консерваторов. Кэмерон, бывший премьер-министр, который стал теперь замечательный, редкий случай, вернулся в правительство и стал министром иностранных дел. Вот Давича сказал, что он верит, что можно найти способ конфисковать замороженные российские активы и обратить их в помощь Украине. И Financial Times, кстати, британская, тоже на днях написала, что якобы в G7 нашли способ законный эти активы замороженные обратить на помощь украинской армии. Там проблема не в том, чтобы найти какую-то юридическую конструкцию, которая позволит эти активы... А вот объясни, а в чем проблема? Ну, я, так сказать, не крупный юрист в этой области, но я, так сказать, знаю по меньшей мере десяток способов объяснить, почему эти активы можно конфисковать. Юридически корректно, с ссылкой на какие-то юридические нормы, прецеденты и так далее. Можно конфисковать, да? Да. Проблема не в этом. А в чем? Проблема в том, что это очень негативно скажется на инвестиционном фоне в Европе и вообще на Западе. Потому что огромное количество денег на Западе хранятся не резидентами Запада, именно исходя из того, что они защищены на 100%. Китайские деньги, Арабские деньги, Индийские деньги, Латинзоамериканские деньги, Африканские деньги. Это триллионы долларов. И если, так сказать, будет создан такой прецедент, что вот там независимое государство, не понравилось Западу, и у него отобрали деньги, ну, какова будет реакция тех же самых арабских шейфов? Не, ребят, я отсюда деньги забираю. И куда положат? В Китай. В Китай? В Китай. В себя. В Дубай. Слава богу, он теперь есть. Раньше его не было. В Сингапур. В Тайвань. В Тайвань рискованно. Ну, не больше, чем в Гонконг. А в Гонконге же лежат, и ничего. Тоже верно. Да. Ну, еще, когда масса всяких других есть малозаметных вещей, которые довольно хорошо и стабильно развиваются и вызывают доверие. Вьетнам, Таиланд, масса всего. Малайзия. Малайзия, да. Австралия. Австралия. Новая Зеландия. Так до Канады можем договориться. Так до Канады можем договориться. Латинская Америка. Вон Чили, чем плохая страна. Там уже 50 лет ничего не происходит. 40-то точно. было время победил, и все права собственности гарантированы. Когда там, в 73-м году переворот был в Чили? В 73-м, да, конечно. С тех пор никаких конфискаций, никаких, все развивается очень постепенно с огромным уважением частной сообщества. Там сменяются власти, приходят социалисты, приходят сейчас социалисты власти, до этого был правы. Но базовые основы экономики не меняются. То, что завод начеркнут, тихо осталось. В Чили одна из самых успешных экономик. Самая успешная? Более успешная, чем в Бразилии? Да. ВВП на душу население как в среднем по Европе. В уровне Чехословакии. С другой стороны, я же говорю, что было время, когда Аргентина была едва ли не самой богатой страной. Это в начале 20-го века. В начале 20-го века. Потом пирамисты, и все пошло прахом. Потом военные. Вот. Ну вот сейчас там пришел либератарианец. Ты видел его? Видел. Как он тебе? Симпатичный чувак. Посмотрим, что у него получится. Ну вот. Такие дела. Ну хорошо. Время пришло немножко повспоминать про 2001. Да, немножко повспоминать, да. Все про этот самый 2001 год вроде бы и вспомнили. И я уже пытался в конце прошлой нашей встречи сказать, ну все, переходим в 2002. Ты сказал, а нет, я еще не рассказал историю про то, как я ушел из Газборда. Ну вот. Ну короче, когда отгремели все эти страсти по поводу 9-11. Да. Вот. Я все-таки решил попасть к Миллеру на прием и поставить точки на дыр. Понять, что он от меня хочет, почему он, так сказать, обещает и не дает денег, почему он, так сказать, окружил меня всякими этими особистами, причем которые общаются через мою голову уже с моими подчиненными, с тем же самым Йорданом, с другими и так далее. Дебаль там был такой, да? Дебаль такой был, да, да, да. Ну вот. Я ему позвонил, он взял труб. Говорит, да, 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 вот там условно говоря там 12 часов послезавтра приходи, ну я приезжаю в офис Газпром 12 часов час, два, три и отсидел у него в офисе где-то часов до десяти вечера. То есть 10 часов меня продержал в приемке. Вот сейчас, сейчас, подождите, а вот еще сейчас впереди и так далее. Но это было совершенно очевидно, что он меня дрессирует. Он хочет меня, так сказать, показать какой он крупный военноначальник и что я, так сказать, шмакодявка, который будет выполнять все его указания, так сказать, безрассужден. Ну вот, ну я встал и пошел. Из приема. Все в машину, ехал домой. Вот. В машину мне звонок. Альфа Львович, вернитесь. Я сказал, я не буду возвращаться. Это мне секретарши вызвали. Я не буду возвращаться. Пусть он назначит мне новое время, когда ему будет удобно. Я 10 часов просидел, что я мальчик, что ли. И еду дальше. Через еще там несколько минут звонит уже сам. Альфа Львович официально, хотя мы с ним на ты. Немедленно вернитесь, я вам приказываю. Какие страшные роковые кипели. Оказывается. на завтра я написал заявление, зовелся ему в приемную, положил и больше на работу не хотел. Все. Вот так вот. Да. Что же, получается, что ушел ты из Газпрома исключительно потому, что с тобой так невежливо обошелся. Ну зачем так? Ну я же тебе говорил, что я понял, что они хотят из меня сделать дрессированную обезьянку, а я не хочу быть дрессированной обезьянкой. Ну, не хочу. Я ни за какие деньги мира не буду дрессированной обезьянкой. Я готов, так сказать, играть командно и так далее. Но если меня уважают, со мной делятся, со мной советуются, меня принимают в команду, в которой принимаются решения. А если мне будут спускаться, сегодня мы вот так это освещаем, а завтра мы это освещаем, то я в такую игру играть не буду. Кто хочет, пусть играет, я же не возражаю. Но не я. Но я тебе еще раз говорю. Ты мне, кстати говоря, потом позвонил и сказал, дай интервью по поводу того, почему тебя уволят. Я тебе сказал, что взрослый жиг, меня просто додурили. Так оно и было, потому что я еще раз говорю, я тебе в прошлый раз говорил, что моя главная ошибка состояла в том, что я думал, что у меня не поменяется Вяхерев и Шеремет. Потому что я считал, знаешь, кто же его посадит, он же памятник. Вяхерев этот «Газпром» составал, зачем же его убирать, если все работает. Но у Путина были другие планы. А если бы мне с самого раз сразу сказали, что ты работать будешь не с Вяхеревым, а с Миллером, так я сразу сказал бы, что я не хочу. Ну да, Шеремет там чуть в тюрьму не посадили на следующий год. Так и меня чуть в тюрьму не посадили. Это уже в 2002 году было, потом следующий, когда мы до него дойдем, я тебе расскажу, как там все это было. Про это я не помню. У меня же была эпопея, я же собирался стать членом Совета Федерации. А, ну да, да, да. И более того, я им стал, меня избрали в Совет Федерации от Ленинградской области. И тут у меня, так сказать, произошло столкновение с Виктором Ивановым, генерал-полковником ФСБ, помощником президента. Его даже вице-президентом тогда некоторые полушутя, полусерьезно наживали, потому что он был главным по кадрам, он тогда формировал. Я в его кадровую политику не вписывался. Кстати, он куда-то пропал. Куда-то пропал после того, как против него всплыла информация в процессе по делу Литвиненко в Лондоне, что он руководил наркотрафикой. Так точно. Ну, он исчез со всех радаров. Хорошо. Все только подтверждает эти подозрения. А вот скажи, пожалуйста, Миллер ведь один из немногих людей, он до сих пор председатель правления Газпрому, ведь правда? Ну. Один из немногих, совсем немногих людей, которые вообще не поменяли место работы за все время пребывания Путина у власти. Почему? Даже Сечин там кочевал с должности на должность, а вот Миллер незаменимый, совершенно незаменимый, как стоял во главе Газпрома, так и продолжает стоять, несмотря на... Я не готов комментировать это обстоятельство. Первое, что приходит в голову, что Миллер это не человек, а функция. Его функция быть прокладкой. Ведь существует же мнение, что Газпромом управляет непосредственно сам Путина. существует. Ну вот, вот тебе ответы. А какой смысл менять Миллера, если он ни на что не влияет, а просто приводной ремень от Путина туда дальше? Ему сказали, ну я тебе еще в прошлый раз рассказывал, что он просто исполнитель воли и божества. Не более того, к нему даже никаких-то моральных претензий предъявлять нельзя, потому что он не носитель морали. Она у него там уже сдана на склад долговременного хранения. Ему прикажут, завтра он убьет. После этого ему прикажут, он там, золотит. Скажет, строй трубу, будет строить. Скажет, отказываемся поставлять газ в Европу, перестанет поставлять. Убытки, а я-то тут при чем? Мне приказали, я выполнил. У него нет самостоятельного целеполагания. Это никто. Так это ценный кадр получается на самом деле. Человек, который... В рамках той системы, да. В рамках системы, разумеется. А вообще-то он, надо сказать... Сделать все, что угодно, без тормозов, без ограничений. А, кстати, правда, что я помню, что в одном из фильмов Навального, в одном из расследований говорилось о том, что якобы Миллер отвечал за сбор откатов в 90-е годы в Петербурге. Я, слушай, я свечку не держал, я наговаривать не буду. Услуги ходили, что он, так сказать, таскал этот кэш туда-сюда. Но я в этом не участвовал, никаких доказательств у меня нет, поэтому я не буду ни подтверждать, ни опровергать. Нет, ну, прости, спросить могу, ты же все-таки оттуда, из Питера. И методом исключения ведь, слушай, он настолько никто, что если его вот вот такого рода деятельности использовать, то, видимо, только как курьера, наверное, так его и используют. Ну, я вот ровно так оцениваю эту ситуацию. А Сечин? Сечин это целое учреждение, он сложнее организовал. Целое учреждение, ты говоришь? Он невероятно работоспособный, очень такой неглупый, очень хитрый. Вот ты заметь, вот с момента, как война началась, он же, так сказать, ушел в тень. Да, не видно, не слышно. Вот, это, так сказать, это во многом говорит. Помнишь, как вот знаменито это вот, когда Козлевича к Синзе хмуряли? Помнишь, там Остап Бендер включился в дискуссию с Ксинзами, а Паниковский предпочел отмолчаться. Дело было темное и он предпочел в этих дискуссиях не участвовать. Так вот и Сечин тоже. Дело темное с этой войной, лучше я, так сказать, отползу немножко. Вот я тут нефть, подчиняю примус, тут дел полно. Владимир Владимирович, вы там как-то вот у вас голова, так сказать, дом совета, вы там решаете со своим, а я вот пойду там нефть. он не один такой. Он не один такой. Ну так, слушай, в России много умных людей. Там вот мэр московский Собянин не особенно рвется. Там много в России военную операцию, да и Мишустин как-то тоже не особенно заметен. есть и другие. Дмитрий Анатольевич Медведев. О, да. О, этот чемпион. Этот чемпион, да. Этот чемпион. Этот чемпион. Он иногда даже, по-моему, так сказать, по накалу риторики Путина переплюнет легко. А вот как с ним такая метаморфоза произошла? Ты задумываешься? ну смотри, мне, например, совершенно ясно. Он говорил, свобода лучше, чем не свобода. Лучше, чем не свобода. Ну, слушай, когда он был президентом, а потом долгое время премьером, вокруг него вольно-невольно собралась какая-то группа бизнесменов и финансовых и экономических интересов, и эта группировка, так сказать, имела достаточно четкие контуры, да. Мы не будем сейчас называть фамилии, но там ясно, что туда входил Дворкович, что ясно, что туда входили братья вот эти дагестанцы, Магомедовы и так далее. Много кто, а они, по-моему, как раз в одной группе учились с Дворковичем. А только был этот самый министр связи бывший, Реймонд, да? Ну, это я не знаю. Реймонд, по-моему, он все-таки путинский, а не медведицы. Вот. Ну, была такая группировка, что тут говорить. был такой момент, говорят, знающие люди, когда эта группировка в момент накануне рокировки оказывала на Медведево давление, в том смысле, что ты что, дурак, что ли? Ты не уходи никуда. Бумажку подпиши и все, и он никто. Это же от тебя зависит, что он сейчас премьер-министр, а послезавтра он не премьер-министр. Это же ты просто отправляешь его в отставку и все. На этом все заканчивается. У него же нет ничего, ни депутатского мандата, никаких ничего. Он просто, так сказать, прохожий. И вся вот эта вот, вся властная вертикаль, все эти силовики, которые, они все тут же к тебе прибегут. Подпиши. Все, дура. И это стало известно Путин. Вот. И он постепенно их всех пересажал. Они все сидят. Ну, кроме Дворковича, который там в основном проживает за границей. А все остальные сидят? Все остальные сидят. Абазов сидит, эти братья сидят, все сидят. Улюкаев, может быть, из-за этого тоже попал? Может быть, но он уже вышел, Нет, так сказать, Белых, все, 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 все сидят. И вот, так сказать, начинается война. И вот там двадцаточку откатили только что братья Магомедова. Дмитрий Анатольевич как бы понимает, что к чему? Берет в руки бумажку, ручку, начинает писать. А вы позорные, мы всех размажем там по асфальту. Индульгенцию себе выписывают. неужели его могли посадить тоже? Слушай, ну оставить без штанов тоже могли. Все эти дворцы, уточки, домики для уточек, все эти, так сказать, угодья в Тоскане, это же все, сегодня у тебя есть, завтра этого нет. чем не тюрьма? Все эти, так сказать, его шале, паласы и всевозможные там виллы, они все, так сказать, в одночасье исчезнут, и деньги со счетов исчезнут. Ну а тогда, ты считаешь, мог реально отправить Путина в отставку? Разумеется. Мог? Разумеется, конечно. Поэтому Путин и потребовал, так сказать, срочной рокировки и не дал ему второй срок досидеть. Оказалось бы, что, ну пускай, я посидел два срока, теперь этот посидит два срока. Почему рокировку не устроить по окончании второго срока? Почему ее нужно было сразу устраивать? Потому что по окончанию второго срока он уж точно бы вошел во вкус и точно бы, так сказать, Владимир Владимирович высадил из трамвая. Интересно, потому что мне приходилось слышать такое мнение, что у Путина в то время было достаточно влияния и в аппарате. Что это влияние? Ну вот, я тебя люблю, я с тобой, так сказать, друг, мы все, я министр внутренних дел или там ФСБ или еще что-то. Ну ты никто. И ты мне говоришь, подымай восстание против действующего президента. Да пошел ты нахер. Я тебя люблю, все, так сказать, приходи, просьбы там твои буду выполнять, иди в бизнес, все, до свидания. Почему я должен из-за тебя свою бошку-то подставлять? Объясни мне, а если не получится? Вообще, все это, так сказать, выпрыгивание за конституционное поле, там, восстание против действующего президента, хер его знать, как армия себя поведет. Зачем мне это надо? Ну, сам по сути. Хорошо, а не могло быть по-другому, что люди в окружении Медведева могли ему не подчиниться, узнав о том, что он пытается снять... А какой резон, Жень, а какой им резон не подчиняться? Вот что они выиграют от неподчинения? Просто страх перед Путиным. Да ну, слушай, ну, не работает. Что такое страх перед Путиным? Кто такой Путин без этой силы? Сам по себе, что он из себя представляет? Обычный, так сказать, немолодой человек, средний, так сказать, вшивости. То есть, характер не хватило Дмитрия Анатольевича просто? и говорят, что Сурков его подбивал к этому, поэтому он и попал на долгое время, попал. А потом его бросили, так сказать, на самый тяжелый участок. Поэтому. И, кстати говоря, уголовное дело против Вити Виксельберга и Ильи Пономарева, это было вот в рамках этого вот давления на Суркова. Через Сколкова. Вот даже так. Да. То есть, получается, что целый заговор был? Ну, он прото-заговор. Скажем так, они рассматривали разные сценарии и был среди них еще и такой. И про это узнал Путин. Он так, так сказать, испугался, что срочно потребовал рокировку. Ну, хорошо, а почему? И он, кстати говоря, настолько не хотел злить Медведева, настолько он боялся, что у Медведева там планка упадет и там все было так на ниточках, что он слил Кудрина, если ты помнишь. Кудрин же не ожидал, что Путин его сольет. Он его слил. О, да, кстати. А это было накануне рокировки как раз. Кстати говоря, это был весьма и весьма яркий эпизод, да? Да, простая душа Леша, так сказать, полез в залупу, так сказать, начал воевать с Медведевым, а я, говорит, пускай премьер скажет. А премьер говорит, да, давай, вали. А из-за чего тогда... У меня есть риски намного важнее. Я не буду сейчас злить Медведева, мне с ним надо много о чем договориться. Так, а из-за чего тогда все началось? Почему вдруг Кудрин начал говорить о некомпетентности руководству в лице? А Медведев хотел залучиться поддержкой силовиков и армии, потому что он рассматривал вариант, в том числе и противостояние с таким. и потребовал выделить им какое-то несерьезное количество денег военных. Ну, а Леша, как министр финансов, естественно, лег поперек дороги и сказал, не только через мой труп. На что Медведев сказал, ну, значит, через твой труп такие проблемы. И где теперь Леша Кудрин? Яндекс возглавляет. Яндекс возглавляет? Да, Яндекс возглавляет. Это головокружительная карьера, я бы сказал. Ну, слушай, не хуже, чем Роснана, как говорится. А даже лучше. Даже лучше, да, потому что с Роснана же там, как я понимаю, расследование продолжается. Ну, да, ну, да. относительно того, насколько эффективно было руководство Чубайса в этом самом Роснана. Неизвестно, чем еще это закончится. Ну, да. Ну, в общем, вот такая история. Ну, что ж, давай будем на этом заканчивать. Спасибо большое за твои рассказы, за твои воспоминания. Переходим в 2002 год, там тоже много всего было важного. Теракт. Ну, конечно же, там теракт на Дубровске. И не только. Ну, да. Ну, что ж, друзья, спасибо вам большое за то, что нас смотрели. Не забывайте подписываться, лайки ставить, вопросы задавать, комментарии оставлять. И встретимся опять через неделю. Счастливо. Счастливо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова